Подснежники. Смотрите. Ой, посмотрите, птицы летят. Гуси. А здесь, смотрите, какие красивые подстриженные кусты. И здесь находится такая красивая бурдарай-ферма. Такие здесь аутентичные домики. Кто любит со мной гулять по улицам городов и деревень, welcome, добро пожаловать! Всем привет! Здесь такие красивые вазы. Хочу перейти с вами на ту сторону, чтобы посмотреть поближе эту бурдарай. Так, можно быстренько перейти. Смотрите, она стоит на таком острове. Здесь вот другая бурдарай. Мы с вами находимся вот где вот этот, за этим мостиком. Это заканчивается уже наш Форшхоттен. Начинается там сразу же Лайден. Вот эта бурдарай уже на границе Форшхоттена, в Форшхоттене. Такие домики. И вот эта, конечно, очень красивая, ухоженная, просто обалденная. Такая ракушка громадная лежит. Я здесь вот стою, хочу встать как-нибудь так, чтобы вам вот так вот снять во всей красе. Надеюсь, вам меня слышно. Не было машины, и тут прям вот разъездились одна за другой. Но сейчас 5 часов, конец рабочего дня, люди едут домой. С работы, с учебы, пожалуйста. Это бурдарай ферма, построена в 1886 году. Ну что, пройдемся. Здесь нет тротуара. Это очень редко, кстати, бывает. Вот он такой очень маленький, две плиточки, но еще и деревья на расстоянии. А здесь, видите, велосипедная дорожка. Вот с той стороны есть тротуар. Ой, ну мне так нравится. Мне кажется, здесь всегда так ухожено, такая красота. Не знаю, эти люди сами это делают или нет, но очень красиво. А вот это раскидистое дерево, это японская вишня, сакура. Вы представляете, какая красота здесь, когда она цветет. У них там еще есть и небольшой хост двор. Курочки там, не знаю, что еще, но далековато, не видно. Видите, постройки. Может быть, кролики, может быть, еще какие-то экзотические птицы. Фрейда Бест. Мир из лучшей. Ой, из. Господи, ну вы меня, простите, вы меня поняли. Дети со школы. Вот такая красота. Очень хотелось вам показать. Очень красивая, аутентичная Бурдарай. И такая всегда ухоженная. Каждый кустик подстрижен. Травка, все великолепно. Люди на велосипеде проезжают, смотрят, облядываются. Вот, кстати, остатки нашего шторма только сегодня прекратился. Вот видите, еще такая здесь ветка большая. Это лысочка следит за мной. Вот здесь такие интересные головы лошадиные. Может быть, они занимались когда-то лошадинами. Ну, вот такая интересная ферма, дом. Такие, смотрите. Какие-то предприниматели живут, потому что и автобусы. Видите, мостик поднимается. Вот такой у них почтовый ящик. Очень красивое место. Надеюсь, вам будет интересно, и вы сможете хорошо увидеть, потому что у нас уже, конечно, смеркается. Не было у меня днем возможности сюда подъехать. Вот отсюда тоже красиво снять. И здесь, смотрите, какое большое дерево. Такие раскидистые ветки. Вот какие домики тоже красивые. Девочки, спасибо вам большое за комментарии. Мне очень-очень приятно. И, конечно же, очень ценна ваша поддержка. Это просто здорово. Иметь таких хороших виртуальных друзей. Вот эти три. Смотрите, какие большие, красивые деревья. Мощные такие. Вот вы можете здесь заглянуть во дворе. Рек, смотрите. Рек, смотрите. Вот смотрите, здесь сбоку очень хорошо видно, как были устроены голландские фермы. Вот такой вот большой дом. Впереди верхняя, передняя часть, видите, была жилая часть. А вот последующая это была для скота, ферма, для овец или для коров. Вот была хозяйственная такая часть. И, кстати, в Украине было тоже так же. Но только дома были не кирпичные, а часто деревянные. Либо вот мазанки, да. Но тоже было вот так. У меня ещё, у моей бабушки и дедушки, у них был ещё такой дом их родителей. И я его видела и в нём была. Но когда мне было два или три года, в этот дом попала молния шаровая, и дом сгорел полностью. Они тоже были под соломенной крышей, вот так вот, как и этот дом. Сейчас снова, это последние лет 15-20, тренд. Эти соломенные или камышовые крыши, они стоят очень дорого. Это очень дорого. Я когда-то вам рассказывала, что здесь, ну вот именно у нас, в нашем регионе, здесь есть один мастер, который сам из Украины. И вот именно мой земляк. Ой, смотрите, какая здесь красота. Вначале он был здесь по контракту, потом нелегально, но потом тоже легализировался. И вот он считается одним из лучших мастеров по выкладке или по укладке вот таких крыш. Это очень дорого. Очень дорогое удовольствие это сделать. Но и опять-таки потом сохранять и поддерживать это тоже не дёшево. Вот. А здесь такая красота. Вот такие ягодки. А листики какие красивые. Рифлёные такие, смотрите. Птицы прям так поют. Это на вот этих больших деревьях. Какой домик. Ой, да, прям, вы знаете, уже чувствуется весна вот в воздухе, запахи. Всё оживает. Хотя вот эти кусты, они всегда цветут. Январь, февраль. Вот какой яркий кустик. Обычно это садят вот с тенистой стороны. Дома вот такие яркие кусты здесь. Прям щебечут, щебечут. Какая плакучая ива. Здесь она тоже печальная верба называется. Треури Хавилх. Смотрите, какая красота. Тут недалеко железнодорожное полотно, станция. Поэтому вы можете слышать проходящий поезд. А здесь, смотрите, вот эти, я обожаю эти кусты. Вот раньше вот их много использовали для зелёной изгороди. Их тоже подстригают ровно. И они вот всегда такие, знаете, эти листики, они как восковые. Мне очень нравятся, очень. Ну, вот клеммоп, плющ используется тоже, как зелёная изгородь. Различные туи. Ну, и вот те кусты, которые я вам показывала, что зимой они с листьями, такими коричневыми, высохшими. А летом такие рифлёные зелёные листочки. Как здесь уютно, да? Ну, вот, кстати, тоже и ветки. Вот, видите, посрывало, наверное. Это ольха, по-моему. А здесь вот такая лиана, тоже как изгородь. У нас тоже сзади нашего сада тоже у нас такая лиана крупнолистная. А вот, ну вот, вот это эти модерн-кусты с этими листиками. Вот здесь можно видеть, какие они такие рифлёные. Видите, вот когда зелёные тоже. Но сейчас я хочу замолчать, чтобы вы послушали пение птиц. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Честно сказать, я на вот этих улицах никогда не была. Торваден. Даже не знала, что здесь такие домики. Вот видите, такие пусты, как зелёные изгородь. Здесь такой красивый домик. Ой, а здесь смотрите. Вот какая красивая тоже бурдарай. Интересно, здесь можно пройти или это тупик. О, птиц сколько! Бурбоден Тухан. Такая красивая. Очень интересно. Об этой я даже и не знала бурдарай. Там такой дедулечка. Вот любят голландцы путешествовать на таких. Стоял у окна, кухня там и готовил стампот, пюре. Смотрите, куда я вышла. Это вот здесь. Я даже не знала, что сюда есть проход. Вот так. Больше двадцати лет живу здесь, да? Это всё одна деревня под носом. Не знаем, что у нас есть. Это вот здесь вот все эти птички поют. Это я, получается, обошла такой квартальчик. И вот там стоит такой костел. Вот там поезд проходит совсем рядом. А здесь такой парк. А, я пройти не смогу. Это вот здесь, вот там можно пройти. А здесь вот этот вот костел или как его. Вот у него закрыта территория. Домик такой там. Такой маленький палайс. Но его сдают. Там какие-то страховые компании. Здесь много птиц. Вот очередной поезд. Это стоптрайн. Ой, длинный такой. О, здесь громадная кустера Дандрендра. Оно уже темно. Вам, наверное, не видно. Что пойду я обратно. Потому что я здесь не смогу, наверное, пройти. Разве что вдоль забора. Но там, может быть, в конце канал. Вот такой район здесь, пожалуйста. Ну, наверное, когда-то эту землю продадут. Это уже застроят. Очень интересно. Нужно будет посмотреть, можно там будет пройти или нет. Но всё, буду выключаться. Потому что вот здесь пройти тоже там в конце может быть закрыто. Так что не буду рисковать. Пойду обратно. Так же, как сюда и пришла. Ну, скорее всего, эти старики живут здесь. Одни. В такой большой ферме. Это вот... Я не знаю, что это. Как... Это не сарай. Это как прям домик какой-то для гостей. Очень интересно. Вот там кухня. Вот эти окошки длинненькие. Здорово. Сюда, наверное, не пройти. Тупик. Короче. Спасибо вам огромное за ваше внимание. За ваши комментарии. За ваши комментарии. Они мне очень-очень греют душу. Огромное спасибо. Смотрите, здесь тоже подснежники. И вот. Подснежники. А тут камелия маленькая. Красота. Ну и сейчас уже все готовят ужин. Потому что у голландцев вообще принято в 6 часов ужинать. Поэтому я тоже сейчас иду домой. Вам всем желаю хорошего настроения. Несмотря на все обстоятельства. Конечно, самое главное здоровье. Не купишь, не подарят. Берегите. Берегите себя. Берегите своих близких. И, конечно, очень важно, чтобы и ваши близкие берегли вас, любили, заботились о вас. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.